Главный чекист диктатора Тертиль ждет атак на Беларусь. Губопик задержал владельца и сотрудника СТО в Солигорске за наклейку «Ямы-97» на двери автосервиса. В жлобе не месяц будут учить людей реагировать на воздушную тревогу, а литовская железная дорога задержала 15 вагонов с белорусскими подсанкционными удобрениями. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Ну а мы начинаем. Депутатам диктатора дали визы для участия в заседании ОБСЕ в Вене. Туда приедет и делегация Российской Федерации. Белорусская и российская делегации все же примут участие в зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене 23-24 февраля. Ожидается, что участие в заседании примут 18 российских депутатов. Ну а количество белорусских нелегитимных не озвучивалось. В свою очередь, Литва уже отказалась от участия в зимней сессии, по предварительным данным. Польша также. Делегация Верховной Рады Украины будет бойкотировать сессию, но отправится в Вену для переговоров с партнерами, пишут украинские СМИ. МИД Австрии пояснил, что по международному праву страна обязана выдать визу участникам мероприятий ОБСЕ. Они будут действовать только в Австрии, только в течение проходящей сессии. Поэтому беспокоиться не стоит. Европа замерзает, аномальные температуры убивают людей, но это не точно. Пользователь Инстаграм наглядно показал, какие ужасы творятся в Европе с наступлением зимы, а в качестве доказательства использовал белорусских пропагандистов. На видео, которое вы сейчас увидите, Любляна пару дней назад и один из клоунов-диктатора, рассказывающий белорусам по ТВ, как люди в Европе умирают от аномальных минусовых температур. Мощная снегопада и отнюдь не мягкая по европейским меркам зима. Низкая порой аномальна температуры убивают людей и животных. ДТП и пробки, замерзшие каналы и фонтаны. В старом свете предупреждение за предупреждением не выходить без надобности на улицу. Как итог, пропагандисты по-прежнему живут в своем мире влажных фантазий, где загнивающий Запад не только голодает, но и просто замерзает до смерти. Без российского газа, разумеется. Литовская железная дорога задержала 15 вагонов с белорусскими подсанкционными удобрениями. Груз с карбамидом стоимостью 320 тысяч евро следовал в Дубае с перегрузкой в Клапецком порту. Поставщик удобрений – белорусская компания «Техноспецтрейдинг», которая используется как прокладка для поставки карбамида из Гродно-Азот в обход санкций. Напомню, что производитель азотных удобрений попал под европейские ограничения за репрессии в отношении работников, которые участвовали в акциях протеста и забастовках. В данный момент с задержанным грузом разбирается прокуратура, а Литовская железная дорога обещает усилить проверку поставщиков из Беларуси на фоне всех санкций. Я находжусь на чугуночной станции Панары, что на ускрайку Вильню. А за моей спиной 15 вагонов с белорусским карбамидом. Их затремала литовская чугунка после того, как мы разом с нашими коллегами из Сиены выпустили расследование. А это расследование было про то, как Гродно-Азот обыходит европейские санкции при допомозе фирм-прокладок. Непрерывное завывание сирен и прерывистые гудки на предприятиях. В Жлобине месяц будут учить людей реагировать на воздушную тревогу. С 27 февраля по 24 марта в Жлобинском районе пройдет республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» Во время проведения акции будет включаться сигнал «Внимание всем!» Непрерывный звук сирены и прерывистые гудки на предприятиях. Работники МЧС будут обучать людей правильно действовать в данной ситуации. Всех местных жителей при звуках сирены призывают включить телевизор или радио, чтобы услышать дальнейшие инструкции. Но вас, дорогие подписчики, я хотел бы спросить, как вы относитесь к таким акциям? Вообще пугают ли они вас? Губопик задержал владельца и сотрудника СТО в Солигорске за наклейку «Я мы 97» на двери автосервиса. Их обвинили в демонстрации запрещенной символики, хотя бы ЧБ и герб погони не запрещены в Беларуси. Информация о том, что на двери автосервиса висит наклейка «Я мы 97» поступила от неравнодушных граждан. Кратили, как всегда, поехали на задержание особо опасных преступников в полной экипировке и с оружием. При обыске СТО Губопик обнаружили БЧБ-флажок на столе директора, ароматизаторы для автомобилей в виде украинского и литовского флагов, а также кружку «Слава Украине» и наклейки с погоней и БЧБ. Также задержали еще одного сотрудника СТО. На его машине был значок в виде БЧБ с погоней. Для справки, БЧБ-флаг и герб погоня не входят в список экстремистской символики в Беларуси. Ну, для тех, кто не знал. Главный чекист диктатора Тертель ждет атак на Беларусь. Главный в Комитете безопасности режима Тертель с позывным Фантомаса рассказал, что Запад не только лязгает гусеницами, но и ведет разведку против Беларуси с помощью вербовки чиновников и даже силовиков. По словам Тертеля Фантомаса, только с начала года сотрудники КГБ задержали более 10 силовиков и госслужащих, которые подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. И тут важно понимать две вещи. Часть людей в системе остались верны принципам морали и чести, и поэтому помогают, например, Украине и плану Перамога. А тех, кто за копейку продаст даже мать родную с потрохами, вырастила сама система, так что нечего теперь жаловаться. Второе – это то, что страшилки, пролязгающие гусеницы и кругом шпионы и враги придумывает постоянно само КГБ для Лукашенко, чтобы оправдать бюджеты и свою важность, значимость и критическую необходимость. Да так, чтобы быть нужным диктатору вчера, сегодня, завтра, а лучше вообще до 2025 года. На фоне новостей про Фантомаса также появилась информация от Байпола о том, что невестка Тертеля хочет в Майами. По информации, полученной от участников плана Перамога, стало известно, что в конце 2022 года в посольство США в Астане гражданка Республики Беларусь Тертель Елизаветы Александровной были поданы документы на получение американской визы. После проверки данной гражданки установлено, что свекром Тертель ЕА является печально известный так называемый председатель КГБ Республики Беларусь Тертель Иван Станиславович, который с 21 июня 2021 года находится в санкционном списке специально обозначенных граждан и заблокированных лиц США. Ну а сама Тертель Елизавета Александровна работает в Белотеле радиокомпании в должности редактора отдела криминальных новостей главной дирекции АТН. К слову, Белотеле радиокомпания также находится в санкционном списках ЕС и США. Примечательно, что невестка незаконно назначенного председателя КГБ помимо визы США также подала документы на получение шенгенской визы, но волноваться не стоит. Байпол уже сообщил куда нужно о гражданке, которая очень любила отдыхать в Европе. Ну а более подробную информацию можете найти в YouTube и Telegram канале Байпол. Ну а на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию о всех новостях вы можете найти у нас в Telegram канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живе Беларусь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...